Все в нашем мире является абразивом. И не обязательно покупать заточной камень за бешеные деньги, если вы не профессиональный заточник. Лучше потратьте эти деньги на хороший нож. А самый бюджетный оселок для доводки ножа можно сделать из обычного куска керамической плитки. Размер хорошего заточного камня обычно 20 на 7 сантиметров. Отрезав полоску, нужно сточить все неровности на ее тыльной стороне. Для выравнивания плитки я взял стекло и затирочную штукатурную сетку. Процесс это не быстрый и скажу вам по секрету, что есть гораздо более эффективный способ для грубого выравнивания плитки. С этой задачей очень хорошо справляется грубый наждачный камень от электрического точила. При этом проследите, чтобы торец камня был не сильно изношен. В процессе притирки вы почувствуете, как поверхности прилипают друг к другу. И разъединять их приходится с некоторым усилием. А если камень у вас оказался неровный, довести поверхности до идеала можно уже на стекле. А теперь давайте перейдем к заточке. Добавим в теплую воду немного моющего средства для лучшего удержания пленки на поверхности камня. А грубую обдирку я буду делать на самом обычном двухстороннем китайском камне из хозяйственного магазина. В качестве подставки для камня прекрасно подошла пластмассовая часть от какого-то детского конструктора. В процессе заточки критически важно поймать заводской угол наклона ножа и удерживать его. Но этот навык наработается очень быстро. И как и во всем, здесь важна регулярная тренировка. А теперь после обдирки приступим к тонкой заточке ножа уже на кафельной плитке. Сразу скажу, что я подготовил два камня из керамики разных производителей. И второй у меня будет использоваться не для ручной заточки, а в качестве бланка на моей точилке с комароха. Первый камень оказался очень тонким и по гритности приближается примерно к трем тысячам. Этот камень не агрессивный и металл снимает в очень малых количествах, поэтому он отлично подойдет для финишной доводки. А вот второй камень меня удивил. Он буквально съедал сталь за несколько проходов, грызя ее с невероятной скоростью, что хорошо заметно по темной металлической стружке. Этим камнем точить было гораздо приятнее и быстрее. Хотя в целом, каждому найдется свое применение. В следующем видео я покажу, как работает этот злой узкий камень в качестве бланка на точилке. А сейчас вы можете посмотреть на результат ручной заточки моего кухонного ножа для грубых работ. Это скорее легкий топорик, чем нож, но с функцией шинковки он справляется на отлично. Не забудьте нажать на колокольчик возле подписки, чтобы не пропускать мои следующие ролики. И большое спасибо за ваш плюсик в комментариях. Я стараюсь отвечать на все.